Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, конечно же, не забывайте ставить лайки. Я очень надеюсь, друзья, на то, что вы подготовились к супер фундаментально насыщенной неделе, потому что в ближайшие дни в рамках предстоящей пятидневки нас ожидают выборы в США, относительно более-менее слабые с точки зрения отдачи событий заседания Резервного банка Австралии. Ну, все это потом компенсируется заседанием Банка Англии и заседанием Федрезерва. Мы ожидаем эти фундаментальные события в четверг. И в пятницу еще будут данные по рынку труда Канады. Два топ-события выборов США и заседания Федрезерва. Все это в предстоящие дни, поэтому обязательно, друзья, контролируйте риски. Я бы даже посоветовал вам еще раз переосмыслить ваш подход к риск-менеджменту. Если у кого-то все еще до сих пор есть пробелы, я надеюсь, что это не так, прямо сегодня же свяжитесь с персональными менеджерами нашей компании, вашими персональными менеджерами и обсудите этот вопрос. Потому что, на мой взгляд, друзья, волатильность, которая нас ожидает в ближайшие дни, может удивить многих и побить рекорды последнего десятилетия. И прежде чем рынок определиться с конкретным направлением движения, я практически уверен, что мы увидим так называемую пилу, когда финансовые инструменты смогут сходить в обоих направлениях. По основным фундаментальным идеям и инструментам, за которыми мы следим. Индекс доллара текущей котировки 103.60. Я думаю, что излишний мой комментарий относительно того, почему доллар ослаб. Конечно же, это реакция на провальный релиз по новым фарм перлс. Я вам, друзья, говорил, что статистика по американскому рынку труда разочарует, потому что были признаки того, что мы видим слабый показатель. Но 12 тысяч новых рабочих мест, почему настолько ничтожный показатель? Могу связать с кризисными явлениями в экономике за этот период, за октябрь. Это забастовка на заводе Boeing и последствия ураганов Хелли и Милта. Ну, иначе нельзя объяснить столь скудный показатель. Но, в целом, я ожидал плохую статистику. Я даже больше скажу, что в ноябре, в декабре, я думаю, что картина будет не такой, конечно же. Но прирост там 100-150 тысяч – это максимум. И если мы посмотрим на тенденцию, на график за последних 6 месяцев, мы убедимся, что он как имел нисходящую направленность, так и имеет. Соответственно, вывод делаем однозначный. Американский рынок труда ослабеет, а значит, Федрезеров продолжит смягчать национальную монетарную политику. Если среди вас были те, кто все же позволил окупиться на идею того, что ставку снизят в ноябре, но в декабре ее трогать не будет, то, соответственно, вам нужно тоже переосмыслить ваши ожидания по масштабу снижения ключевой процентной ставки, потому что после такого нового фарма очевидно, что ставку снизят и в ноябре, и в декабре. И также, лично для меня еще видно, что американский регулятор продолжит действовать в рамках похожей дорожной карты, смягчая монетарную политику, и в первом квартале 2025 года. Как все это повлияет на доллар, если отталкиваться от именно характера цифр по Non-Farm Perils и ожиданиям по будущим действиям Федрезерва? Без политических факторов сейчас доллар должен слабеть. Что касается выборов США, Харрис и Трамп назря назрю. То есть, по сути, если опустить отдельные рейтинговые агентства, которые лоббируют интересы разных политиков, то в целом объективная оценка, что расстановка сил примерно 50 на 50. Лично мой опыт подсказывает мне, что когда кандидаты подходят к фактическому дню голосования с минимальным перевесом, то власть остается, точнее, вся сила остается за партией власти. В данном случае за демократами. И я считаю, что не стоит недооценивать вероятность победы в своде этих выборов. Мне очень интересно ваша точка зрения, друзья. Обязательно напишите в комментариях, но не поленитесь. Выскажите ваше мнение относительно того, кто же все-таки займет белый кабинет. Потому что попробуем определить наш рыночный сантимент по ожиданиям и на основании общей оценки прийти к выводу, что все-таки у кого побольше шансов. Но если говорить о победе Трампа, то это, конечно же, тарифы, это, конечно же, торговые барьеры, это новый этап торговой войны, как минимум, с Китая, это снижение налогов, его экономическая политика предполагает это, это замедление темпов дезинфляционного тренда и возвращение к истребиной риторике. Здесь уже как раз все это ведет к тому, что доллар не очень-то в перспективе будет ослабеть. Но я пока не хочу обсуждать, что будет, если ко власти придет Трамп, потому что один день буквально остался до фактических итогов, и потом уже поговорим по факту. Сейчас я остаюсь привержен идее того, что на фоне текущей неопределенности скорее у доллара будут проблемы с тем, чтобы сохранить позиции. А то, что у нас тянется в качестве наследия с пятницы, это тоже негативный фактор, который может способствовать тому, чтобы американская валюта дальше снижалась. Золото 2740 долларов за тройскую унцию, сантимент 60 на 40, не очень хорошее значение. Новые торговые активности я не предпринимаю, потому что даже от каких-то третийсортных инструментов в ближайшие дни стоит ожидать серьезной волатильности. А что будет с золотом? Это движение, я думаю, на десятки долларов в рамках даже одного дня. Не хочу участвовать в таком рыночном распиле, лучше подождать, пока ситуация успокоится. И уже в среду, в четверг, может быть, под конец недели, по горячим следам, с учетом того, что точно поменяется и рыночный сантимент, у нас будет больше на руках фундаментальных водных принимать конкретное решение о том, что делать с этим активом. Я бы советовал, друзья, вам тоже воздержаться от какой-то торговой активности. Фонд против доллара 1,2980. Мы на прошлой неделе обсуждали представление нового бюджета, которое подразумевает повышение налогов. Сначала отчисление по обязательному страхованию до 15%, налог на прирост капитала до 18%, и все это потенциально негативные факторы для британской валюты. И локально мы видели то, что фонд проседал, но учитывая то, что впереди у нас выборы в США и, соответственно, заседание Федрезерва, я предлагаю пока выйти из сделки по британской валюте, ну, по крайней мере, я это точно сделал, и посмотреть за тем, что будет с долларом дальше. И если мы поймем, что в конечном счете фундаментальный фонд позволяет сфокусироваться именно на том, что будет происходить с Англией после повышения налогов, то снова сделаем акцент на снижение британской валюты. Но пока что все-таки нужно опустить эту тему, потому что все эти новостные факторы, разумеется, будут меркнуть перед выборами в США и перед заседанием Федрезерва. Доллар канадец 1.39, здесь я от идеи не отказываюсь, рост к цели 1.40, слабые данные по ОВП, а до этого мягкая риторика Банка Канады, обещание, по сути, снизить ставку на 50 балетных пунктов, и эти обещания могут засеять новыми, скажем, оттенками и красками уже в эту пятницу, когда будет опубликован еще один отчет по рынку труда Канады, и здесь ожидается рост уровня безработицы с 6,5 до 6,6%. И как раз Банк Канады Тиф Маклим ясно давали понять, что если инфляция стабилизируется в пределах целевого значения, а рынок труда будет и дальше испытывать прежние проблемы, то ставку снизить на 50 балетных пунктов. И в эту пятницу пазл может окончательно сложиться, поэтому 1.40 это вполне реальная цель. Доллар-франк без изменений после снижения инфляции годового показателя с 0,8 до 0,6, путь вверх открыт 0,88 и выше. Австралиец против доллара, 0,66 текущей котировки, заседание Резервного банка Австралии завтра. И я практически уверен, что ничего не поменяется в риторике Мишель Буллок, она останется по-прежнему ястребиной, с уклонами на возможность повышения процентной ставки, потому что даже несмотря на локальное снижение инфляционного давления, прогнозы по среднему показателю инфляции на 2025 год не изменились, они остаются в районе 3,7%, у МВФ 3,6%. Они считают, что инфляция будет также высокой. Поэтому, если мы завтра от Резервного банка Австралии получаем еще один сигнал того, что о снижении ставки по-прежнему регулятор не думает, то тогда австралиец сможет неплохо восстановить позиции. Доллар иена, 154-155, наш целевой ориентир, текущий котировки 152. На иену должны дальше давить слабые отчеты из Японии, последние релизы по PMI активности в производственном секторе, в сфере услуга ниже 50, то есть в зоне стагнации. Пересмотрены ухудшенные прогнозы по ОВП и политическая неопределенность. 11 ноября мы узнаем, не скоро, скажем так, имя нового премьер-министра, может быть, полномочия сохранить за собой СИБа. Но до этих пор я считаю, что иена останется аутсайдером валютного рынка, и пара в целом может упрощить свои позиции. И что касается рынка нефти, 74,20, сантимент остается на стороне именно продавцов, потому что большинство сейчас нефти покупает. По Brent'у 70% в покупках трейдеров, по WTI 82%. И даже несмотря на то, что страны ОПЕК+, согласовали перенос решения по повышению уровня нефтедобычи на 180 тысяч баррелей с декабря, на начало года, на один месяц, я все равно уверен, что рынок нефти без эскалации геополитической напряженности, и без какого-то ответа, скажем так, масштабного Ирана в отношении Израиля, у котировок будет только одна дорога вниз, и мы увидим 70 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии и недели. Всем пока!